После капитального ремонта открылась детская поликлиника номер один по улице Строительной в Хабаровске. Здесь медпомощь получает порядка 12 тысяч детей. Чтобы кабинеты преобразились настолько, стали светлыми и комфортными, потребовался почти год. Медучреждение избавилось от регистратуры в привычном понимании этого слова. Теперь записаться на прием можно при помощи информата. Мы побывали в Москве, в этих поликлиниках, посмотрели, как работает эта поликлиника в Москве. Нашли проблемы и постарались здесь у нас при помощи программного обеспечения эту программу несколько изменить. Поэтому надеемся на сегодня, что то, что внедрено у нас, оно пойдет хорошо. Обновленную поликлинику инспектирует министр здравоохранения края. Руководство больницы рассказывает, что после нововведений врач сможет онлайн фиксировать у себя на рабочем месте время приема пациента. Такой контроль поможет в дальнейшем повысить организацию медпомощи. Но визуально избавить от очередей – это еще не решение главной проблемы. Попасть на прием к узкому специалисту. Даже самые инновационные системы не смогут прибавить рабочей единицы. Врачей по-прежнему не хватает. Эти вопросы есть, мы их решаем практически в ежедневном режиме, снимаем различные конфликтные ситуации, стараемся людей где-то, если у этих людей не получается, за руку их провести к тому или иному специалисту или на то или иное обследование. Маленьких пациентов не меньше, чем врачей, радуют свежевыкрашенные стены и простор. Место в узких холлах здания сталинской планировки для ожидания своей очереди зачастую было не найти. Теперь здесь оборудованы отдельная комната матери и ребенка, и даже игровая. Светло, хорошо, комфортно. Есть комната для ребенка, где можно поиграть, отвлечь его. Программа информатизации отрасли здравоохранения с бюджетом почти в 700 миллионов рублей в крае начала действовать с 2010 года. Капитальный ремонт детской поликлиники по улице Строительной обошелся краевому бюджету почти в 29 миллионов рублей.